Добрый день, дорогие друзья! Посмотрим итог дня на фондовых площадках. Как вы видите, сегодня некоторые европейские площадки закрываются в минус. Сейчас мы немножко постараемся увеличить, чтобы более удобно было смотреть. Сегодняшние площадки по Европе практически все в небольшом минусе. И европейские площадки поддержали то падение, которое было на азиатском рынке. Мы видим, что Шанхай был сегодня 2,5%. Но Америка пытается немножко восстановиться. Давайте посмотрим, что необходимо, чтобы это восстановление пошло дальше. И вот вы видите, Dow Jones в минусе торгуется, а NASDAQ в плюсе. Посмотрим, почему так происходит и какие тенденции можно видеть дальше. Первое, что мы взглянем на сегодняшнем графике, то мы видим резкое падение. Сначала было на азиатской сессии, потом на европейской и на американской. Но достаточно быстрое восстановление тоже. Если посмотреть от вчерашнего открытия Америки, то в момент падение составляло 350 долларов по Dow Jones. Но в процентах, чтобы вам было более удобно, это 1,24%. То есть, в общем-то, не сильное такое падение. Половина этого движения мы уже восстановились. И что ждет нас дальше? Давайте посмотрим. Мы видим, что в течение дня, по сравнению со вчерашним днем, мы видели постоянное уменьшение новостного фона. И давайте посмотрим, в чем проблема была. Ну, прежде всего, начнем мы с Америки. Негативная ситуация была по... Точнее, не с Америки, а с Южной Кореи. Мы видим, что экономика упала на самую большую величину с 2008 года. И инвестиционный климат снижается. И вот эта реакция рынка началась именно отсюда. Если мы увидим дальнейшее, то начали выходить данные индустриальных компаний. 3M сегодня понизила прогноз. И, соответственно, собирается еще сократить более 2000 рабочих мест. Давайте сейчас посмотрим акции 3M. Что на текущий момент мы увидим. Мы должны увидеть большой гэп после данных. 3M. И в чем проблема? Проблема в том, что затухание Китая, которое мы видим уже проходит достаточно долгое время, продолжает сейчас давить на такие крупные компании, как 3M. Так, это Boeing еще. 3M. Еще раз. И, соответственно, индустриальные компании характера 3M находятся сейчас под давлением. Мы видели, все компании были позитивные. Но вот смотрите, если в районе месяца, чтобы так немножко более понятно, было вот такое быстрое падение. Сегодня мы видели. И вот это продолжается падение. Если мы посмотрим на более длинный график, то мы видим, что 3M начала чувствовать проблемы еще в начале марта прошлого года. И сейчас вот еще одни данные показывают, что все-таки именно промышленность достаточно слаба, в отличие от технологических компаний, которые рассматривали вчера и позавчера. Сегодня также выходили и другие данные по Фейсбуку. Мы видели, в общем-то, неплохо. Майкрософт тоже. И поэтому мы видим вот такую разницу. Акции ESP сейчас в плюсе, а вот Dow Jones в минусе, так как это менее технологические компании, чем ESP. Ну, а Nasdaq вообще в плюсе. Вернемся вот на этот обобщающий монитор. И вот вы видите, что Dow Jones плюсует, точнее Dow Jones минусует, а Nasdaq плюсует. А ESP где-то около нуля посерединке. Вернемся к нашим показателям. Мы видим, что после роста 24 числа начал сокращаться новостной фон, ухудшаться после отчетности 3M особенно, после данных по Северной Корее. А также еще мы видим, что Баден будет вступать в гонку за президентскую номинацию 2020 года. И это еще больше давлеет на политическое влияние Трампа. И поэтому все это дало возможность нам, видите, красные цифры появились, взять take profit. Давайте посмотрим снова на график и посмотрим, что сейчас мы видим на месячном графике. Вы видите, что мы вышли из этого канала, и это также способствовало и новостной, и технический уровень выхода из канала. Поэтому, возможно, мы снова придем сюда, но это не повод покупать, потому что, в общем-то, отчетность пошла не очень хорошая. Посмотрим завтра ВВП, посмотрим развитие ситуации. Уже приближается май между Китаем и США, пока тишина. Это тоже достаточно напряженный сейчас фокус-фактор. В общем, если подвести итог, то мы видим снижение фона, которое позволяет брать take profit. Тем более, если мы посмотрим на более длинный срок, к примеру, за последние 6 месяцев, этот бурный рост должен, конечно, подвергнуться коррекции хотя бы вот сюда. То есть, нам немножко хотя бы нужно отойти от этого уровня. Но давайте посмотрим, на сколько процентов. Коррекция желательно вот где-то около 3% нужно скорректироваться, но по NASDAQ это может быть больше. Но, повторяю, что пока очень напряженная ситуация, отчетность разноплановая, где-то хорошо, где-то плохо, поэтому вот первый признак. Мы решили придерживаться стратегии, чтобы все-таки зафиксировать профит, который имел место с 12 числа до сегодняшнего числа. И если мы посмотрим, что это такое с 12 числа, вот тут была рекомендация, и вот выход уже последовал из стратегии покупки. Посмотрим за развитием ситуации. Рынок очень неохотно идет на тейк-профит, но это и понятно. В общем-то, новостной фон положительный, поэтому будем внимательно смотреть за развитием ситуации завтра. Хорошего дня, удачных инвестиций, всего наилучшего.